Целебные и вкусовые свойства даров северо-сахалинских лесов издавна манили жителей Ахинского района. Для кого-то сбор дикоросов – хобби, а для кого-то и бизнес. Только вот не все поклонники лесной продукции соблюдают правила и нормы поведения в гостях у дикой природы. Одной из частых проблем является пренебрежение собственной безопасностью – грибниками, ягодниками или рядовыми отдыхающими. Многие лесные гости забывают про хозяина тайги. По последним подсчетам 2012 года в лесах Ахинского района проживает около 450 особей медведя. Как советуют специалисты, во избежание встречи с косолапым, следует отправляться в лес с компанией и создавать как можно больше шума. Кстати, большинство бесстрашных поклонников дикой природы ошибочно считают, что собака в лесу – гарантия безопасности. Спровоцировать может любая, даже баллонка медведя. Простая собака, она может на медведя кинуться, погавкать, здесь же развернуться и прибежать к хозяину, что медведя спровоцировать. А у медведя не будет разбираться, собака это или хозяин в основном. Лучше, конечно, держать на поводке, даже у нас в Ахилове лаек много, но вообще-то появление в лесу с охотничьей собакой – это уже приравняется к производству охоты. Отправляясь в лес, многие забывают, что на площади Ахинского района в 1 миллион 200 тысяч гектар есть охраняемые заказники – северный, более известный как полуостров Шмидт, и тундровый, расстелившийся от реки Тенге до залива Погибе. Нахождение в этих лесах без спецпропуска попросту незаконно. Без специальной бумаги даже на прогулку нельзя выехать и на острово Врангеля, где в летний период гнездятся птицы. Посещать остальные районы севера Сахалина разрешено без препятствий. Одной из острых проблем лесной темы является экология. В груди мусора наш лес пытаются утопить нерадивые предприниматели, которые по непонятным причинам не вывозят отходы производства на специализированную свалку. Напомним, что штрафы в административном кодексе за нарушение санитарных и экологических норм предусмотрены для юридических лиц и простых граждан, засоряющих водоемы, лесные поляны пластиком, стеклом, полиэтиленом, предметами быта и грудой окурков. Мусорят, бросают пакеты целлофановые, бутылки за собой, не убирают мусор. Это, допустим, где-то в лесу наткнуться неприятно. Как правило, у нас в основном все ездят на транспорте. Взяли целлофановый пакет, собрали мусор, привезли в город, выбросили в мусорный бачок. Это не так тяжело. Очень жаль, что ахинцы столь бездумно и халатно относятся к окружающей среде и труду волонтеров, которые очищают излюбленные места отдыха Ахинского района. Задумайтесь, гениальной природы быть ничего не может. Отсюда вопрос, стоит ли уничтожать ее собственными руками. Продолжение следует...